В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. В городе пресекли деятельность подпольного производства алкоголя. Родители погибших детей помогли полицейским вычислить лидера группы смерти. Несколько недель жители Рязанского дома слышат крики из квартиры пожилой соседки. В мире отмечают День жертв ДТП. Деятельность подпольного цеха по производству и реализация контрафактного спиртного пресекли полицейские в Рязани. Он располагался в складском помещении вблизи станции Лесок областного центра. 44-летний житель города Рязани производил и хранил в целях сбыта фальсифицированный алкоголь с поддельными акцизными марками. Из незаконного оборота изъято 5 тонн 242 литра фальсифицированной алкогольной продукции, а также оборудование для ее производства, приспособление для укупорки бутылок, тары, этикетки, пробки, поддельные акцизные марки. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Родители погибших детей из Рязани помогли вычислить организатора групп смерти. Администратором одного из таких сообществ в соцсети оказался 21-летний Филипп Будейкин. По информации следствия, 15 участников его группы покончили с собой. Среди погибших 11-летняя Рязанка Ангелина. Теперь ее мать сама вступает в опасные сообщества и общается с людьми, которые убедили девочку умереть. С фотографией смотрит улыбчивая яркая девочка. По словам ее мамы, она была жизнерадостным ребенком. Все закончилось в один момент, когда 25 декабря прошлого года 11-летняя Ангелина сбросилась с 14-го этажа. Я ее искала по школе. И тут раздается звонок с ее номер мне на телефон. Та же мелодия мамонтенка. Ответив на телефон, я услышала совершенно незнакомый мне холодный голос какой-то женщины. Она говорит, вы кто? Я отвечаю, я мама Ангелина, а вы кто? Она говорит, я врач скорой помощи и ваш ребенок мертв. Такое сказать? Просто невыносимо это. Этот день изменил жизнь Елены. Она открыла страницу дочери и с ужасом обнаружила, что Ангелина состояла в огромном количестве сообществ, пропагандирующих самоубийство. И обнаружила переписки, которые вела ее дочь в течение 50 дней. Весь этот период девочку целенаправленно и методично подводили к так называемому судному дню. Доступ ко всем группам смерти был строго ограничен и согласовывался администраторам сообществ. Новоиспеченные участники должны были пройти различные тесты, по мере выполнения которых прогрессировал рейтинг, открывался доступ к новым возможностям, контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, суицида, причинением себе физических увечий. В подтверждение своих успехов ребята направляли администраторам группы, пользующимся непререкаемым, авторитетом рисунки, тексты, фотографии порезов. Елена создала фейковую страницу и вступила в активную переписку с администраторами и другими участниками от лица подростка. Она наряду с остальными выполняла все задания и дошла до самого последнего, предваряющего так называемое выпиливание. Женщине прислали адрес дома, подобранного для ее самоубийства. Она сфотографировала его и отправила администраторам. Все, что удалось выяснить, Елене легло в основу работы общественной организации, созданной по инициативе Сергея Пестова. Он потерял дочь, попавшую под влияние групп смерти 9 января этого года. И с тех пор считает своим долгом предотвратить как можно больше подобных случаев. Изучая контакты, изучая манеры поведения, изучая рисунки и прочее, мы сделали общий анализ. Это был первый анализ, который был проведен на наших детях. Дальше мы стали углубляться, исследовать, что неужели эта проблема имеет место. Оказалось, что действительно мы получили полное подтверждение. К февралю месяцу мы имели порядка 130 случаев, которые мы, соответственно, передали в органы следственные. Когда мы уезжали, у нас еще дома было подготовлено, общая была масса где-то 226 детей. Пока активным родителям удалось предотвратить 5 самоубийств по всей стране. На этом они не останавливаются. Все как один заявляют, необходима тщательная работа правоохранительных органов. На протяжении нескольких последних лет общество столкнулось с совершенно новой и страшной проблемой. Это суициды детей. К сожалению, ни общество, ни правоохранительные органы, ни надзорные ведомства оказались к этой проблеме не готовы. Начиная с 2012 года по настоящее время происходит суициды детей под влиянием некоторых, пока будем говорить, неустанованных лиц путем через социальные сети. На настоящий момент большинство групп заблокировано, а в социальной сети появился новый хэштег «Свободу Лису» и петиция, которую подростки призывают друг друга подписывать. Петиция требует освободить предполагаемого ангела смерти. Сегодня во всем мире отмечается День памяти жертв ДТП. Ежегодно на дорогах гибнут десятки тысяч человек. Россия, к сожалению, среди лидеров по этому показателю. Основная причина – пренебрежение правилами дорожного движения, причем как водителями, так и пешеходами. Едва ли не каждый день сообщается о страшной автомобильной катастрофе, произошедшей где-то в мире. На каждое такое громкое ДТП приходится множество других дорожно-транспортных происшествий, как с человеческими жертвами, так и без, о которых никто не сообщает, потому что они стали вполне обыденными событиями. Конечно, дорожные полицейские прикладывают немало сил для того, чтобы трагедии на дорогах как минимум стало меньше. А участниками всевозможных профилактических мероприятий становятся не только автомобилисты, но и самая уязвимая категория участников дорожного движения – дети. Сегодня в управлении ГИБДД почтили память жертв ДТП, в том числе и сотрудников госавтоинспекции, погибших при исполнении долга. Были возложены цветы и запущены в небо шары, а дети устроили красочный флешмоб. Ну и, конечно, дорожные полицейские, которые не понаслышке знают и, к сожалению, очень часто видят, насколько опасна безалаберность и несоблюдение правил дорожного движения, в очередной раз напомнили рязанцам о том, что от нашей ответственности зачастую зависит здоровье и жизни участников дорожного движения. Жизнь – это бесценный дар, который дается человеку однажды и навсегда. И каждому хочется жить, дышать, чувствовать как можно дольше, жить, чтобы любить, творить добро, быть нужным своим близким и своей стране. Проблемы незаконно построенных заправочных станциях в городе приобретают в последнее время все большую огласку. СМИ и общественность обозначили факт расположения одной из станций на Галенчинском шоссе. По факту заправка находится на земле дачного кооператива. Еще одна станция в городе в районе Третьих Бутырок стоит на участке, предназначенном для индивидуальной жилой застройки. Утро начинается не с кофе, а с запаха бензина. Так живут некоторые рязанцы. Заправка на Галенчинском шоссе расположена вблизи жилых домов и дачных участков. Не дай бог какая-то ситуация, не дай бог какой-то взрыв. Сами понимаете, какие будут последствия. Потом вот эти вечные запахи, пары, а летом что здесь будет, как это будет все пахнуть. АЗС действует с июля текущего года, но только в августе начал решаться вопрос о законности возведения постройки. Еще летом в СМИ появилась информация о том, что заправка построена на земле садоводческого товарищества «Садовод-1». В этой зоне возможно построить дачу, ухаживать за огородом, но место не предназначено для автозаправок. Жилая зона, здесь дома, многоквартирные дома, дачные участки. И вообще, насколько мне известно по документации, от заправочного комплекса до дачных или каких-то жилых построек должно быть 50 метров. Посмотрите, вот дачный поселок, дачные участки. А где здесь 50 метров? Здесь нет 50 метров. За забором уже дач начинается, их огород там, а тут вот заправка, извините. Тем более, как-то возмутительно, что незаконно совсем. С августа начались слушания по этому участку. Владелец уже после запуска заправки начал заботиться о том, чтобы изменить вид использования земли с жилого на зону автозаправочных станций. Однако администрация города ответила на это отказом. Решение по этому вопросу есть на сайте самой администрации. Тем не менее, заправка продолжает функционировать. Правда, спросить правоустанавливающие документы здесь не у кого. АЗС автоматическая, работает без операторов. Да и юрист, работающий в офисе компании, в телефонном разговоре пояснить ничего не смог. Ну, это скорее не ко мне вопрос, наверное. Это нужно, наверное, к собственнику все-таки в первую очередь. Я же вам не могу пояснить, если не владею данным объектом. Выписку закажите, уточните у меня. Всего доброго. Владелец заправки на Галенчинском шоссе располагает еще одним неоднозначным объектом. Точный адрес – Северная окружная, дом 24. По информации, которая есть на сайте администрации города, здесь функционирует заправка, расположенная на участке земли, предназначенном для индивидуальной жилой застройки. Как и АЗС на Галенчинском шоссе, она функционирует. Кто-то кому-то, наверное, заплатил где-то, а может, просто даже не заплатил. Взяли, как построили, ну, неправильно. Согласовывать должно быть с администрацией. Это же не людям решать, как бы, простым, кто здесь живет. Если администрация как бы дала добро, а тут же никакого разрешения нет. Напрашивается вопрос, как могут функционировать заправки, земля под которыми не предназначена для АЗС. И по каким причинам собственник сначала строит их, вводит в эксплуатацию, а потом уже делает запросы о смене назначения земельного участка. Скорее всего, все должно быть наоборот. Стоит сказать, что следующее слушание по поводу обеих заправок назначены на 21 ноября. Они вновь пройдут в администрации города. Возможно, назначение земельных участков вновь не поменяется, а заправки продолжат функционировать. Но что же остается делать тем рязанцам, которые живут в непосредственной близости от АЗС, как на пороховой бочке? Жильцы дома улицы Полевой обратились в редакцию телекомпании. Они рассказали о том, что из одной из квартир постоянно доносятся крики с призывом о помощи. По словам людей, пожилую женщину в заперти удерживает ее родственница уже больше недели. Соседи неоднократно вызывали скорую помощь и полицию, но ситуация не изменилась. В подробностях разбирался Артем Бухвалов. Как помочь больной престарелой женщине? Этим вопросом уже не первый месяц задаются жители дома номер 4 по улице Полевая. Практически каждый день соседи слышат крики из квартиры 99, которые мешают и пугают жителей подъезда. Полицию я вызываю постоянно, потому что у меня трое детей, в том числе грудной ребенок. Эти крики, ребенок напуган, плачет, не спит, ничего. Она вот все утро стучит палкой по двери, просит, чтобы ей помогли, открыли дверь. Соседка пояснила, что бабушка кричит, просит помощь. Также она пояснила, что за ней ухаживает племянница, зовут Валя. Фамилию она не знает. В этот раз соседи вызвали полицию. Хозяйка квартиры, Татьяна Семеновна, громко кричала и просила позвонить своей родственнице, Валентине Александровне. Валя, 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 Валя. Из разговора выяснилось, что в квартире ее заперла племянница, которая ухаживает за больной женщиной. От помощи полицейских хозяйка квартиры отказалась и запретила вскрывать дверь. Дошло до того, что она, а тогда она еще сама себя могла обслуживать. Дошло до того, что она уже ходила, попрошайничала по подъезду. Говорила, что дайте мне поесть. Как нам пояснили полицейские, вскрывать двери они могут только по судебному предписанию. Или при отработке оперативных действий в случае совершения преступления в квартире. Ну дверь будете ломать, дверь или нет? Ну как у нас дверь, да ломать дверь. Придет, отказывайте дальше. Ну, значит, помощи вы не нуждайте срочно. По словам племянницы, Татьяна Семеновна больна сахарным диабетом и имеет психологическое расстройство. То есть может заговариваться, путать имена и вести себя не совсем адекватно. Однако поместить ее в соответствующее заведение родственникам запрещено. Я подавала в суд в этом году, в летний период. Но из суда мне прислали документы назад и в описку о том, что я племянница, не являюсь близкой родственницей. Поэтому не имею права решать подобные вопросы. С другой стороны, можно понять жителей подъезда, которые периодически слышат крики своей соседки. Мы очень устали. Я тоже инвалид первой группы. И здоровья никакого. И не сплю ни ночами. Но она, потому что кричит и ночью, и днем. Племянница, в свою очередь, не отказывается от своих обязательств и делает все возможное. Два раза в неделю я приезжаю, я все ей оставляю. Я как вот могу, так и ухаживаю. И теперь остается только надеяться на то, что жители подъезда найдут решение из этой непростой ситуации. Вчера в Рязани сыграла концерт легендарная группа ДТТ. Лучшие песни из самых знаковых альбомов коллектива с момента основания до наших дней. Музыканты впервые объединили в одну программу. Марина Комиссарова услышала знаменитые композиции и расскажет об атмосфере музыкального праздника. Я перестраю, ваши сни и откровения, Стрельни, милень, тоски и сомнения. Ван Минград, я влюбился без памяти, ваши стальные глаза. Концертную программу «История звука» Юрий Шевчук анонсировал в мае 2016 года. Программа ДТТ «История» по-своему уникальна. За несколько десятилетий активной творческой деятельности музыканты только один раз делали ретроспективную программу «От и до», которая была посвящена 15-летию группы. И теперь снова, впервые за многие годы, поклонники услышали со сцены песни, не исполнявшиеся на концертах более 10, а то и 15 лет. По словам Юрия Шевчука, новая концертная программа – это не набор песен, а история страны через призму восприятия лидера ДДТ. Обращаясь к прошлому, музыкант разбирается в настоящем и надеется, что сможет помочь в этом и другим людям. При этом в истории нашлось место не только для политики, но и для лирики. Сегодня главный волшебник страны Дед Мороз отмечает свой день рождения. 301 год исполняется сказочному персонажу. В новогодние праздники он, как главный герой, появился при Петре Первом, а до этого существовал в народном фольклоре. Мы спросили Рязанского Деда Мороза из театра на Соборное, трудно ли уже три века работать волшебником. Все мы с раннего детства привыкли, что с новогодними праздниками к нам в дом приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о которых мы мечтали целый год. Современные детишки пишут Дедушке Морозу письма, просьбы, а он старается исполнить все пожелания. Но есть один день в году, когда поздравления принимает сам Дед Мороз. Этот день приходится на 18 ноября. Мой праздник всегда проходит в суете. Я всегда готовлюсь к Новому году, чтобы ребят поздравить, взрослых. Ну, готовлюсь, так сказать, праздник сделать. Рождение трех прадедов современного Деда Мороза пришлось на времена древних восточнославянских племен, поклоняющихся языческим божествам. Работали они духами холода, а звали их Трескун, Карачун и Зимник. Нельзя сказать, что Трескун был духом добрым. Занимался он делами жуткими. Насылал на землю стужу, губил посевы, морозил людей и животных. Люди пытались откупиться от злого духа заговорами и подарками. Приносили ему кашу, кисель, уговаривали пощадить посевы и скот. Трескун оставался непреклонен. Он не добрый, не злой, он справедливый. То есть всем воздастся по их заслугам. Вел себя плохо, значит не получишь подарок. Ну, а если ты славно чудесный, отзывчивый, то, конечно же, получишь подарок от Дедушки Мороза. Карачун обитал под землей. Он превращал в лед воду в колодцах, родниках, замораживал реки. А людям вообще не советовали с ним встречаться. Плачевны были последствия таких встреч. Да что долго рассказывать, его лицо, говорит, само за себя. Зимник же был сутулым старичком низенького роста с длинной белой бородой. В руке держал железную булаву. К чему та булава прикасалась, то в лед превращалась, гласили народные предания. Постепенно духи холода из древних поверьей стали плавно перетекать в народное творчество. Появился в сказаниях Мороза и Вода дед нашего героя. Предания гласят, что он был чуть добрее своих лютых предков. Образ современного Деда Мороза создан советскими кинематографистами в 30-е годы прошлого века. И теперь он приходит на все детские новогодние утренники. Дети с нетерпением ждут дорогого волшебника. По мановению жезла Деда Мороза зажигаются огни на новогодней елке. Илья работает Дедушкой Морозом с тех пор, как ему исполнилось 17 лет. Деду Морозу мне всегда очень нравится, потому что эмоции детей, эмоции даже взрослых – это потрясающие чувства и ощущения. В день рождения Деда Мороза традиционно в свои права вступает настоящая зима. Произойдет ли это в нынешнем году и какую погоду мы увидим в выходные, знает Наталья Новикова. 2016 год, скорее всего, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Если так действительно произойдет, то на 21 век придется 16 и 17 самых теплых лет. Правда, выходя на улицу, верится в это с трудом. Зима в этом году наступила неожиданно рано. И уже в начале ноября мы успели насладиться всеми прелестями этого времени года. В ближайшие выходные и в начале следующей недели Рязанской области будет находиться на периферии двух мощных вихрей. С запада распространится циклон с центром над Атлантикой, а на востоке – сибирский антициклон. Осадки практически прекратятся, а температура воздуха немного повысится и окажется около климатической нормы. А вот ветер по-прежнему будет сильный и поэтому погода будет слегка некомфортной и казаться холоднее, чем есть на самом деле. В субботу 19 ноября местами по области пройдут небольшие осадки. Температура воздуха ночью – минус 1, минус 6 градусов, в Рязани – минус 2, минус 4. Днем смешанные – минус 3, плюс 2 и в Рязани – около нуля. Местами будут отмечаться порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В воскресенье 20 ноября ожидается без существенных осадков. Столбик термометра покажет ночью по области 0, минус 5, в Рязани – минус 1, минус 3 градусов, днем – около нуля. И также сохранятся порывы ветра. В начале следующей недели ожидается погода без осадков. Ночью – минус 2, минус 7, днем – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер временами по-прежнему будет порывистым, а на дорогах местами сохранится гололедица. В общем, традиционно в это время года одевайтесь теплее и будьте аккуратнее на дорогах. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok